Автостренды 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 и незабываемое впечатление от каждой поездки. Цена нового Aston Martin DBS Superleggera превышает 300 тысяч долларов, что сопоставимо со стоимостью таких моделей, как McLaren 720S или Ferrari 488. Однако, по словам журнала Car & Driver, управляемость DBS Superleggera и те самые незабываемые впечатления от каждой поездки далеки от тех, которые предлагают McLaren и Ferrari за те же деньги. Aston Martin DBS Superleggera, как утверждают журналисты, не провоцирует на быструю езду, он провоцирует замедлиться и с улыбкой наблюдать, как прохожие сворачивают головы в твою сторону. Рано или поздно, но даже такой поставщик ультра-роскошных авто, как Bentley, должен был повестись на веяние автомобильной моды 21 века, в котором балом начали править кроссоверы и SUV. И в 2016-м это наконец случилось. На свет появилась полноприводная модель Bentayga, дебютировавшая в форме концепта еще в 2012-м. Роскошный, мощный и динамичный SUV, которому подвластны любые дорожные условия. Он вдохновляет на открытие и использует потрясающие инженерные и дизайнерские решения, превращающие его в настоящую квинтэссенцию приключений. Так Bentayga описывает сам производитель. 12-цилиндровый двигатель W-образной конфигурации предлагается на модели с самого начала, и на протяжении некоторого времени он был единственной опцией. В отличие от традиционного W-образного двигателя с тремя отдельными блоками цилиндров, мотор Bentayga имеет один двухсекционный блок, в каждой секции которого цилиндры расположены в шахматном порядке. Сегодня такой двигатель устанавливается на самую дорогую версию британского внедорожника Bentayga Speed с ценой более 250 тысяч долларов. Шестилитровый бетурбированный двигатель выдает 635 сил мощности и 900 ньютон-метров момента, заставляя 2,5-тонную махину длиной более 5 метров разгоняться до сотни за 3,9 секунды и далее до 306 км в час максимальной скорости. Чтобы зваться Bentley, машина должна быть быстрее, чем Porsche, роскошнее, чем Audi, качественнее, чем Volkswagen, и чувствовать себя на бездорожье чуть лучше, чем Lambo. У Bentayga есть все вышеперечисленное, хотя в салоне, несмотря на всю его вульгарную роскошь, все-таки прослеживаются фольксвагеновские корни. Так написал о Bentayga журнал Top Gear. Компания BMW не предлагает настоящую спортивную M-версию 7-й серии, и в ее существовании, возможно, и нет никакой необходимости. Все-таки флагманские баварские седаны не столько о спорте, сколько о роскоши и комфорте. Тем не менее, такому большому кораблю по рангу положено иметь под капотом больше мощности, чем требуется в обычных условиях, и в случае с 7-й BMW эту мощность обеспечивает 6,6-литровый V12 на 610 л.с. и 800 Нм. Оснащенной технологией M Performance Twin Power Turbo, двигатель заставляет 5-метровую машину массой более 1700 кг ускоряться с места до сотни за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км в час, однако установка пакета M-драйвер позволит разогнать седан до 305 км. По словам производителя, силовой агрегат V12 под капотом 7-й серии подчеркивает особое положение автомобиля в модельном ряду, наделяя его неординарными динамическими ходовыми качествами, совмещенными с высочайшим уровнем комфорта. Ни много, ни мало, но BMW M760 устанавливает новые стандарты в сегменте седанов класса люкс, и при всем при этом он расходует всего 13 литров топлива в смешанном цикле. Стоимость 12-цилиндрового BMW приближается к 160 тысячам долларов. Феррари не зря использовала индекс 812 в названии своего очередного произведения, дебютировавшего на Женевском автосалоне еще в 2017 году. Первая цифра отражает количество кавалли в опоре, то есть лошадиных сил, выраженное в сотнях. А 12 – это, разумеется, число цилиндров, работающих в блоках 6,5-литрового V-образного монстра, не признающего никаких компромиссов и поэтому не использующего всяких там наддувов. Как сказал один из журналистов, атмосферный V12 так превосходно уложен между крыльями машины, что кажется, будто уложил его туда сам Микеланджело. Через 7-скоростной автомат с двумя сцеплениями все 800 лошадей посылаются на задние 20-дюймовые колеса 315-й ширины. А все, что происходит дальше, описывает вторая часть имени этой Феррари – Superfast. Ведь машина действительно супербыстрая, особенно с учетом того, что на одну лошадиную силу мощности приходится всего два с небольшим килограмма общей массы. Максимальная скорость – 340 км в час. Разгон с места до сотни быстрее 3 секунд. Но за удовольствие обладать таким великолепием придется выложить кругленькую сумму, превышающую 350 тысяч долларов. Ну а потом главное не проезжать мимо заправок. Ведь даже в спокойном городском цикле движения Феррари 812 кушает 19 литров на сотню. И можно лишь догадываться, сколько топлива она будет сжигать, если всему табуну из восьми сотен голов дать разгуляться по полной программе. Что такое Гордон Мюррей Ти-50? Это супер-пупер гиперкар, ценой в 3 миллиона долларов, который еще не начали выпускать, но все стои экземпляров запланированных к производству уже были проданы. Причем проданы они были в течение всего 48 часов после того, как их начали продавать в августе прошлого года. Откуда такой ажиотаж? Все просто. Трехместный суперкар будет выпускаться на мощностях компании Гордон Мюррей Аутомоутив, основателем которой является, кто бы мог подумать, сам Гордон Мюррей, человек, ответственный за появление на свет Макларен F1. Но не только благодаря имени создателя Ти-50 столь крут. В движение машина приводится атмосферным 12-цилиндровым 4-литровым силовым агрегатом производства Косфорд, который, раскручиваясь до 11,5 тысяч оборотов, производит 663 лошадиных силы мощности. Цифра, конечно, не запредельная, но с учетом того, что Ти-50 весит всего 986 килограмм, он обладает одним из лучших соотношений мощности к массе в своем классе. Компания-производитель пока не объявила официальных динамических характеристик машины, однако эксперты полагают, что до сотни Ти-50 сможет разгоняться примерно за 2,7 секунды, а максимальная скорость превысит 350 км в час. Итальянский суперкар Lamborghini Aventador появился на свет 10 лет назад. И сегодня, не считая специальных эксклюзивных версий, модель доступна в двух модификациях Aventador S и Aventador SVJ, каждая из которых предлагается в кузове купе или родстер. Даже самый, если так можно сказать, дешевый Aventador обойдется покупателю не менее чем в 420 тысяч долларов. Тогда как стоимость флагманского родстера SVJ превышает 570 тысяч. Все Aventador'ы оснащаются атмосферными 12-цилиндровыми двигателями объемом 6,5 литра. Но если на младших версиях с индексом S этот мотор выдает 740 лошадиных сил мощности, то модели SVJ получили в распоряжение на 30 лошадей больше, в результате чего время разгона до сотни купе SVJ составляет лишь 2,8 секунды на 1,1 секунду меньше, чем у Aventador S. Lamborghini Aventador SVJ выступает одним из самых быстрых современных серийных автомобилей, но при этом он же является и одним из самых прожорливых, потребляя лишь по официальным данным 15,5 литров бензина на сотню пробега в загородном цикле и 29,5 литров в городе. Компания Maybach прошла очень долгий путь с момента своего основания в 1909 году, прежде чем ее имя начала использоваться на топовых версиях Mercedes S-класса. Первые Mercedes Maybach поступили в продажу в 2015, чтобы сразиться за покупателя с такими именитыми представителями ультра-роскошного сегмента, как Rolls-Royce Phantom и Bentley Mulsanne. Обновленная к 2021 году модель Mercedes Maybach S-класс уже была представлена миру, однако производитель пока предпочитает умалчивать о том, сохранится ли на ней версия S650 с 12-цилиндровым V-образным силовым агрегатом. А между тем, 6-литровый V12 с двойным турбонаддувом нашел себе применение под капотом Maybach S-650 2020 модельного года с ценой более 200 тысяч долларов. Этот двигатель, развивая 630 лжаденных сил мощности, не превращает роскошный седан в суперкар. Но для машины длиной почти в 5,5 метров и массой почти в 2,5 тонны разгонную динамику в 4,7 секунды до сотни можно назвать более чем убедительной. V12 под капотом Maybach нужен больше для солидности, чем для драйва, ведь владелец такой машины по определению должен находиться на заднем сидении, а не за рулем. Но для тех, кому хочется почувствовать всю мощь 12-цилиндрового агрегата, находясь на водительском сидении, у немецкой компании тоже было что предложить. Mercedes-AMG S65 использует тот же турбированный V12, что и Maybach S-650, и развивает этот двигатель те же 630 коней и те же 1000 ньютон-метров. Однако динамические характеристики седана от AMG куда веселее. До сотни 5,3 метровая машина с четырьмя дверями может разгоняться за 4 секунды, используя 7-ступенчатый автомат. По словам немецкого производителя, Mercedes-AMG S65 это больше, чем мощность и больше, чем роскошь. Это сенсационное сочетание величия и магии V12, которого не достичь ни одному другому седану. К сожалению, еще в начале 2019 года Mercedes объявил, что использование легендарных 12-цилиндровых турбодвигателей на седанах S-класса будет прекращено. И в честь этого печального события компания представила финальную версию – модель под названием S65 Final Edition, тираж которой был ограничен всего 130 экземплярами, а цена превышала 250 тысяч долларов. Суперкар Уайро от итальянской компании Pagani дебютировал на рынке еще в 2011 году. И с самого момента появления на свет он использовал двигатель V12 производства Mercedes. Тот же агрегат, который под капотом AMG S65 развивал 630 лошадиных сил, но Уайро обладал мощностью в 730 коней, которых было достаточно для разгона с места до сотни за три секунды. В течение 10 лет компания Pagani выпустила около 260 экземпляров Уайро, в том числе стандартные купе и родстеры и несколько специальных эксклюзивных изданий, каждая из которых имела свое собственное имя. Мощность двигателя V12 для итальянского суперкара с течением времени возрастала, и на последнем специздании Уайро и Мола она достигла 838 лошадиных сил. Сегодня Pagani предлагает к покупке модель под названием Уайро Триколоре с мощностью того же V12 в 840 лошадиных сил, подкрепленных крутящим моментом в 1100 ньютон-метров. Компания собирается построить всего 3 экземпляра Уайро Триколора с ценой в 5,5 миллионов евро за штуку, и это без НДС. Роллс-Ройс это единственный в мире автопроизводитель, который в настоящий момент предлагает к покупке не одну как Pagani, не две как Bentley или Ferrari, и даже не три как Aston Martin модели, приводимых в движение могучими 12-цилиндровыми двигателями. Роллс-Ройс предлагает сразу 5. Кабриолет Down, купе Wraith, внедорожник Cullinan, седан Ghost и флагман модельного семейства Limousine Phantom, чей кузов на версии с удлиненной базой простирается почти на 6 метров. Все они имеют под капотами двигатели V12. Говоря иными словами, все автомобили, которые строит Роллс-Ройс, используют V12. Причем только V12 они и используют. Эти двигатели слегка отличаются по объему и мощности, но все они имеют непосредственное отношение к семейству силовых агрегатов N74 от компании BMW, владеющей Роллсом. На Phantom сегодня существующем в восьмом поколении немецкий V12 с двойным турбонадовом имеет объем в 6,75 литра, а его мощность составляет 563 лошадиных силы. Стандартная четырехдверная модель с длиной кузова в 576 см и массой в 2560 кг, с таким двигателем разгоняется до сотни за 5,3 секунды и имеет максимальную ограниченную электроникой скорость в 250 км в час. Такие цифры делают Phantom одним из самых медленных современных автомобилей, использующих 12-цилиндровый двигатель. Однако Phantom с ценой более чем в полмиллиона долларов это явно не та модель, которую покупают исключительно исходя из ее динамических характеристик. Двигатель N74 будет снять производство в конце 2023 года. Чем потом будут приводиться в движение Роллс-Ройсы, пока остается загадкой. Автомобиль своего времени, в котором прошлое и будущее подчиняются настоящему, а подлинной роскошью становится свобода. Свобода выбирать свой собственный путь и принимать решения, будучи независимым от суждений. Вот что такое Аурус Сенат, по словам производителя. Но это еще не все. Аурус – это олицетворение достоинства и мощи, присущих русскому характеру. Автомобиль, сочетающий в себе великолепные ходовые качества и непревзойденный комфорт. Автомобиль, для которого эстетическое наслаждение от нахождения в его салоне не менее важно, чем технические характеристики. В настоящее время единственным двигателем для представительского лимузина Аурус Сенат, поразительно похожего на предыдущее авто из нашего списка, является гибрид с 4,4-литровым V8 мощностью в 598 л.с. Однако еще в 2016 году федеральное государственное унитарное предприятие НАМИ, ответственное за появление Ауруса на свет в рамках проекта «Кортеж», презентовало наиболее экстремальный двигатель на модели – V12 объемом в 6,6 литра и мощностью в 850 л.с. В прессе эту силовую установку с четырьмя турбинами, в чьей разработке непосредственное участие принимали специалисты Порше, именовали не иначе, как «царь-двигатель». Но о том, когда именно этот «царь» будет предлагаться на Аурус, точной информации нет до сих пор. Последние новости касательно этого вопроса датируются весной прошлого года, однако ничего нового, кроме того, что работа над V12 все еще кипит, эти новости не сообщают. В начале февраля нынешнего года стало известно, что V12 от «Аурус» хотят превратить в авиационный мотор. И это практически все, что мне удалось нагуглить. Toyota Century – это единственный серийный японский автомобиль, использовавший двигатель V12. Как я уже сказал, в предыдущем выпуске этот двигатель относится к семейству GZ. Его точное обозначение – 1GZFE. Именно E, а не E. Именно G, а не G. Новый Century, дебютировавший под знаком 2018-го модельного года, существующий в третьем поколении, которое обозначается индексом G60, больше не использует двигатели серии GZ. А вот модели второго поколения – стандартный седан G50 за 100 тысяч долларов и императорский лимузин G51 за полмиллиона, использовали как раз его – атмосферный V12 GZ с переменными фазами газораспределения. 5-литровый 48-клапанный силовой агрегат, впервые представленный на Century 1997-го модельного года и просуществовавший практически два десятилетия, имел заявленную мощность в 280 лошадей, как это и было положено в соответствии с джентльменским соглашением. Однако его реальная мощность, по некоторым оценкам, превышала 310 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в размере 481 Нм был доступен на 4000 оборотов, однако в 2010-м момент слегка снизился вследствие модернизации двигателя для соответствия новым экологическим стандартам. Некоторые называют Century японским Rolls-Royce, другие же уверены в том, что этот седан – машина из своего собственного класса, интерпретирующая понимание автомобильной роскоши с японской точки зрения, которая недоступна для понимания ни одному другому автопроизводителю. Один из журналистов сказал как-то «Ты не можешь быть менеджером средней руки и купить Toyota Century. Чтобы ездить на этой машине, ты должен быть генеральным директором, председателем совета директоров или президентом компании». В этих словах заключена вся сущность этой модели, которая еще в 2017-м имела V12 под капотом, но затем начала использовать для движения гибридный V8. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ